Добрый день, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Емолединовна Илья Гельмановна. Я являюсь преподавателем из заведующей специальности музыкальное образование колледжа Башкирского государственного педагогического университета имени Мефтахедина Акмулы. Специальность музыкальное образование готовит специалистов в сфере музыкального образования по квалификации. Учитель музыки, музыкальный руководитель. Как выпускница музыкального отделения нашего учебного заведения, хочу сказать вам, что вы сделали правильный выбор. Учитель музыки – это не только профессия, это призвание. Ведь музыка – это удивительный творческий процесс, который приносит радость, и ты счастлив от того, что можешь подарить детям красоту и счастье, открывать прекрасный мир музыки. За четыре года учебы в колледже вы научитесь планировать работу музыкального руководителя и учителя музыки, проводить музыкальные занятия, уроки музыки и праздничные утренники, подбирать музыкальный репертуар для работы с детьми и работать с вокальным ансамблем, с солистами, руководить детским хоровым коллективом. Экзамен будет проводиться в форме тестирования, дистанционно. Доступ к экзамену будет открыть 18 августа с 9 до 15.00. В этот период необходимо зайти вам в систему. Самое позднее время входа в систему – 14.00. После входа в систему начинается отчет времени. Время проведения вступительного испытания – 45 минут. Пересдачи не предусмотрены. Вступительное испытание оценивается по зачетной системе. Результат вступительного испытания оценивается по 30-бальной шкале. В тесте 30 вопросов с четырьмя вариантами ответа. За каждый правильный ответ – 1 балл. От 11 до 30 правильных ответов – зачет. От 0 до 10 – не зачет. Минимальное количество баллов для получения зачета – 11 баллов. Тесты составлены по темам, которые вы изучали на уроках музыки в школе. Поэтому не переживайте, если вы не получили музыкальную подготовку в детской музыкальной школе или студии. Тесты составлены по темам, которые вы видите на слайде. Подготовиться к экзамену вам поможет электронный вариант учебника Марии Шорниковой – музыкальная литература, музыка, ее формы и жанры. Этот учебник адресован детской аудиторией, написан доступным и увлекательным языком. Найдите эти темы в учебнике, изучите, ответьте на вопросы в конце каждого раздела, чтобы проверить свои знания. А сейчас мы с вами рассмотрим несколько тем, на основе которых составлены тестовые задания. Тема средства музыкальной выразительности. Средства музыкальной выразительности – это средства, которыми композитор воплощает свой замысел. Средства музыкальной выразительности относят мелодию, гармонию, ритм, лад, темп, динамику, регистр и тембр. Главное и средство музыкальной выразительности – мелодия. Мелодия является основой любого произведения. Не случайно ленинградский композитор Дмитрий Шостакович называл мелодию душой музыкального произведения. Мир музыки наполнен прекрасными мелодиями Баха, Моцарта, Шопена, Чайковского. Если вы попытаетесь их вспомнить, то наверняка будете напевать мелодию. В общем, мелодия – это то, что мы с вами можем пропеть. Мелодия – это одноголосно выраженная музыкальная мысль. В мелодии звуки следуют друг за другом. Но если сыграть несколько звуков одновременно, то получится созвучие, аккорд. Последовательность аккорда вместе с мелодией называется гармонией. Благодаря гармонии усиливается выразительность мелодии. Она становится ярче и богаче по звучанию. Еще одним важным средством музыкальной выразительности является ритм. Вообще ни одна мелодия невозможна без ритма. Не будь ритма, не было бы и мелодии. Остался бы только набор разных по высоте звуков. Ритм является сильнейшим выразительным средством. От него во многом зависит характер музыки. Ровный ритм делает мелодию плавной. Прерывистый придаёт мелодии взволнованность и напряженность. Есть одно очень хорошее слово «лад». Хорошо, когда дело ладится, когда в семье ладят. Лад – это согласие, мир, стройность, порядок. В музыке между звуками тоже существует определенный порядок, определенная система. И слово «лад» означает взаимосвязь звуков между собой, их согласованность. Конечно, вы хорошо знаете, что слово «темп» означает скорость движения. От темпа зависит в музыке и характер, и настроение пьесы. Колыбельный не может исполняться в быстром темпе, а полька – в медленном. Конечно, темп – важное средство выразительности музыки, от которого многое зависит. Но не менее важна и динамика исполнения, то есть сила звучания. Наверняка вы обращали внимание на то, что во время исполнения музыканты играют то громко, то тихо. Это происходит не потому, что так хочется музыканту. Так задумал композитор и указал, при помощи каких динамических оттенков можно раскрыть его замысел. Музыкальные произведения могут звучать в разных регистрах. Для того, чтобы понять, что такое регистр, необходимо познакомиться с понятием диапазон. Диапазон – это расстояние от самого низкого звука инструмента или голоса до самого высокого. А разные отрезки диапазона называют регистрами. Существует три регистра – высокий, средний и низкий. Поэтому про регистр говорят – это высота звука. Есть еще одно средство музыкальной выразительности, о котором мы пока еще не говорили. Это тембр. Тембр – это отличительный знак звука. Особое его качество – звуковая окраска. У каждого человека свой глубоко индивидуальный тембр голоса. Благодаря этому можем узнать голос своих родных, друзей, певцов, даже не видя их. В зависимости от тембра и высоты певческие голоса делятся на низкие, средние и высокие. Женские певческие голоса делятся на сопрано, мецо-сопрано и контральто. Сопрано – самый высокий женский голос. Итальянская сопра означает «наверху, выше». Мецо-сопрано – низкий, грудной, бархатистский женский голос. Контраль – это самый низкий женский певческий голос. Мужские голоса тоже делятся на три группы – тенор, баритон и бас. Тенор – это самый высокий мужской голос. Он отличается светлым, звонким и одновременно мягким тембром. Баритон – средний по регистру мужской голос. По-итальянски «бассо» означает «низкий». Поэтому низкий мужской голос называют «бас». Определённый тембр имеет и каждый музыкальный инструмент. По тембру мы безошибочно можем определить звучание любого музыкального инструмента или оркестра. Таким образом, тембр – это окраска музыки. Итак, мы с вами познакомились с основными средствами музыкальной выразительности. Мелодией, гармонией, ритмом, ладом, темпом, динамикой, регистром и тембром. Каждый из них может стать ведущим, главным элементом создания музыкального образа, его характера и настроения. Следующая тема, которую вы тоже должны хорошо прочитать, изучить по учебнику Марии Шорниковой, называется «Семейство музыкальных инструментов». Музыкальные инструменты делятся на различные семейства, по материалу, из которого они изготавливаются, и по способу извлечения звука. Музыкальные инструменты подразделяются на большие группы семьи – струнные, духовые, ударные и клавишные. Струнная группа делится на две подгруппы – струнно-смычковая группа и струнно-щипковая группа. К струнно-смычковым инструментам относятся скрипка, альт, виолончель, контрабас. Несмотря на различия в размерах, в диапазоне звучания, они близки по форме, по тембрам. Все они от скрипки до контрабаса имеют смычки, и поэтому вся группа называется струнно-смычковой. В соприкосновении смычка со струной рождает нежный, поющий тембр скрипки, несколько приглушенный тембр альта, бархатный, благородный виолончели и низкий, гудящий контрабаса. К струнно-смычковым инструментам относятся лютня, арфа, гитара, мандолина, балалайка, гусли, домра, думбыра. Их очень много, и они есть у каждого народа. На этих инструментах, в отличие от струнно-смычковых инструментов, звук извлекается щипком, поэтому их называют струнно-щипковые инструменты. Духовые инструменты тоже делятся на две большие группы – деревянные и медные. Деревянные и духовые инструменты – флейта, гобой, кларнет, фагот. Дерево, из которого изготавливали деревянные и духовые инструменты, давно заменил металл. Поэтому название деревянное, скорее всего, дань истории, чем точное определение. Вторая половина названия – духовые – точно определяет способ игры. Все эти инструменты звучат благодаря воздуху, вдуваемому в них музыкантами и клапанам, с помощью которых меняется высота звука. Медные духовые инструменты – валторна, труба, тромбон, туба. Мы любуемся блеском меди, формами инструментов, причудливо изогнутых наподобие улиток. В каждом медном инструменте строя воздуха, пройдя извилистый путь, выходит из раструба резким ровным звуком. Как и деревянные духовые, медные инструменты имеют клапаны. Тембры этой группы яркие, блестящие. Древнейшими музыкальными инструментами являются ударные инструменты. Барабаны, тарелки, треугольник, гонг, там-там, литавры, а также ксилофон, ложки, трещотки, кастаньеты. Название этой группы произошло от способа извлечения звука, удара по натянутой коже или металлическим пластинкам, деревянным брускам. Но внимательно присмотритесь, и вы увидите, что во всём остальном ударные различаются и формой, и величиной, и материалом, и характером звучания. Клавишные музыкальные инструменты имеют клавиши. Отсюда и название этого семейства. Среди клавишных инструментов есть старинные, такие как клавикорт, клавесин, верджинелл, спинет. Это старинные клавишные инструменты, но вам хорошо знакомы вот эти два инструмента – пианино и рояль. Пианино – инструмент для домашнего музыцирования. Рояль – это концертный инструмент. Общее название у этих инструментов одно – форте-пиано. Форте – это громко, пиано – это тихо. И такое название говорит о том, что на этих инструментах можно играть и громко, и тихо. В отличие от старинных клавишных инструментов. Орган. Многие думают, что орган, который имеет несколько клавиатур, – это тоже клавишный инструмент. Однако это не так. Это клавишно-духовой музыкальный инструмент. Орган называют королем музыкальных инструментов. И обращаются к нему. Его величество – орган. Гигантский орган обладает множеством различных тембров. Он может подражать тембрам разных инструментов. Вот почему это король музыкальных инструментов. Это достигается за счет использования сотен металлических труб разного размера, через которые продувают воздух. И трубы начинают гудеть или петь. Причем орган позволяет тянуть звук сколь угодно, долго, с постоянной громкостью. Следующая тема, которую вы должны тоже прочитать в учебнике Марии Шорниковой, называется «Оркестр и его виды». Во время расцвета музыкального искусства в Европе музыканты, играющие на разных музыкальных инструментах, начали объединяться в различные по составу и количеству музыкантов оркестры. Оркестр – это коллектив музыкантов, играющих на различных инструментах во главе с дирижером. По своему составу оркестры делятся на различные виды – симфонический, духовой, народный, эстрадно-симфонический, джазовый оркестр. Есть еще струнный оркестр, камерный оркестр. Друг от друга они отличаются инструментарием и исполняемым репертуаром. Любой оркестр состоит из нескольких оркестровых групп, которые объединяют инструменты, схожие по устройству и различные по высоте звучания. При этом внутри группы каждый вид может быть представлен двумя или более инструментами. Более ста инструментов объединяет самый богатый и разнообразный по тембрам – симфонический оркестр. Главное место в симфоническом оркестре отведено струнно-смычковым инструментом. Она является основой оркестра. В современном симфоническом оркестре из ста музыкальных инструментов 60 – это струнно-смычковые инструменты. Скрипки, альты, виолончели и контрабарсы. Скрипку называют королевой симфонического оркестра. Эти инструменты находятся всегда впереди всего оркестра, рядом с дирижером. Итак, струно-смычковых инструментов в симфоническом оркестре больше всего. За струно-смычковой группой находится группа деревянных духовых инструментов. В сравнении со струной эта группа невелика. В ее состав входят флейты, гобои, кларнеты и фаготы. Следующая группа – это группа медных духовых инструментов, в состав которых входят валторные, трубы, тромбоны и тубы. Это тоже небольшая группа. Четвертая группа симфонического оркестра – это ударные инструменты. Задача ударной группы – усилить выразительность и разнообразие ритма. В состав симфонического оркестра входит также рояль, челесто и единственный струно-смычковый инструмент – арфа. Ее золотой парус словно плывет над оркестром. К изящней золотой раме прикреплены 47 струн. Прозрачно-легкий тембр арфы всегда украшает звучание симфонического оркестра. Сегодня в различных странах большое распространение получили оркестры, составленные из народных инструментов. На Украине в них входят бандуры, на Кавказе – зурны, а в России – русские народные инструменты. Основа любого оркестра русских народных инструментов – это струнно-щипковая группа – домры, балалайки и гусли. Следующая оркестровая группа – это разнообразные русские народные духовые инструменты – жалейки, свирели, волынки, свистульки, рожки, а также гобои и флеты. Ударные инструменты русского оркестра тоже отличаются большим многообразием. Это ложки, трещотки, бубенцы, коробочки. Помимо таких удивительно забавных инструментов, в народном оркестре используют и европейские витавры, ксилофон, треугольник, бубен, малый и большой барабаны. Еще одна очень важная группа оркестра русских народных инструментов – это семейство гармоник, которые включают баяны, а также различные гармоники. Есть и симфонические, и народные оркестры мы слушаем в концертных залах. Духовые оркестры звучат во время парадов и демонстраций на площадях, на открытых эстрадах, в парках, чаще всего на открытом воздухе. Уже в течение нескольких столетий военные духовые оркестры создают особый антураж на церемониях государственной важности и многих других мероприятиях. Звучность духового оркестра мощная и яркая. Да это и понятно, ведь основы духового оркестра составляют духовые инструменты. Особый колорит оркестра создают медные духовые инструменты, такие как трубы, тубы, валторны, тромбоны, альты, баритоны. Важным дополнением к медному составу духового оркестра является группа деревянных духовых инструментов – флейты, габои, все виды кларонетов, саксофоны, фаботы. Наконец, нужно подчеркнуть особо важное значение ударной группы в духовом оркестре. Ни один духовой оркестр не сможет обойтись без таких ударных инструментов, как малые и большие барабаны, ритавры, тарелки, треугольники, бубон и тамбурин. Когда мы слышим доносящиеся издали духового оркестра, звуки духового оркестра, то прежде всего воспринимаем ритмические удары именно ударных инструментов, особенно большого барабана. В наши дни большой популярностью пользуются разнообразные по составу и размерам эстрадные оркестры. Одни из них похожи на симфонические, например, оркестры радио и телевидения. Другие совсем маленькие, больше похожи на ансамбли. В их состав часто входят саксофоны, гитары, много ударных. Такие оркестры играют важную роль в нашей жизни. Назовем еще один вид оркестра. Джазовый оркестр или джаз-бэнд. Это слово вошло в обиход в начале 20 века и означало небольшой оркестр, в который входили сексофоны, трубы, кларнеты, тромбоны и так называемая ритм-секция – банджо, гитара, контрабас, ударный и фортепиано. Благодаря джазовому оркестру мы сегодня имеем возможность приобщиться к удивительному виду искусства – джазу, которому чуть более 100 лет, но который за столь небольшой срок сумел покорить сердца миллионов людей в разных концах мира. И последняя тема называется «Музыкальные жанры». В любом искусстве существует такое слово «жанр». В переводе с французского языка оно означает тип, род, манера. Этим словом мы называем вид произведений, который имеет свои отличительные черты, свое содержание, форму и назначение. Пейзаж, портрет, натюрморт – это жанры живописи. Повесть, роман, рассказ, очерк – это жанры литературы. Есть свои жанры и в музыке. Существуют различные классификации музыкальных жанров. Самая простая классификация по способу исполнения – это вокальные жанры и инструментальные жанры. Вокальный музык – это музыка, предназначенная для пения. К вокальным жанрам мы отнесем песни, вокальные циклы, песенные циклы, хоровые циклы, хоровые произведения, песенные сюиты, хоровые сюиты, кантаты и оратории. Инструментальная музыка звучит всегда в исполнении разных инструментов, ансамблей и оркестров. И к инструментальным жанрам мы отнесем пьесы, сонаты и сонатины, прелюдии и фуги, ронды и вариации, этюды и сюиты, фортепианные циклы, инструментальные концерты и концертина, симфонические сказки, симфониетты и симфонии. Другая классификация жанров связана с условиями исполнения. Это, в первую очередь, музыкально-театральные или музыкально-сценические жанры произведений, которые исполняются на сценах театров. В театрах мы с удовольствием можем посмотреть и послушать. Музыкальные спектакли, оперы, опереты, балеты, мюзиклы, рок-оперы – это все жанры музыкально-сценических произведений. К этой же классификации мы отнесем и массово бытовые жанры – песни, танцы, марши во всем их разнообразии. Много лет назад замечательный педагог и композитор Митрий Борисович Кабалевский сравнил бытовые жанры, песню, танец и марш с тремя китами музыки. Почему три кита? Потому что, когда мы начинаем знакомиться с музыкой, в первую очередь, еще ничего не зная о жанрах, о средствах выразительности, мы без труда можем определить, что звучит. Песня, танец или марш? Под танцевальную музыку мы сразу начинаем двигаться, танцевать. Под маршевую музыку маршировать, а под напевную певучую песню мы начинаем напевать. Действительно, песня, танец, марш – это как бы три кита, три типа, три вида, три основы всей музыки, которая звучит в нашей повседневной жизни. Вот и все темы, которые вы должны изучить, прочитать в учебнике Марии Шотниковой «Музыкальная литература, музыка, ее формы и жанры». Первый год обучения. В этом же учебнике вы можете прочитать более подробно о маршах и его видах, о разновидностях танцев, о народных песнях и музыкально-театральных жанрах, операх и балетах. Очень интересно Мария Шотникова рассказывает о каждом музыкальном инструменте, каждого семейства, о происхождении инструмента, о его особенностях, о том, как звучит этот инструмент, где он впервые появился, в какой стране. Какие-то инструменты появились раньше, какие-то позже. Поэтому при подготовке к экзамену, к испытательной проверочной работе, вы обязательно должны еще раз прочитать эти темы в учебнике Марии Шотниковой. Если вы выучите средства музыкальной выразительности, познакомитесь с музыкальными инструментами каждого семейства, составом разных видов оркестров и с разными жанрами вокальной и инструментальной музыки, вы сможете смело отвечать на все вопросы тестов. В день консультации вы можете присылать вопросы на мою электронную почту или же по WhatsApp, вот на этот номер телефона. Специальность музыкального образования колледжа Башкистского государственного педагогического университета имени Мефтекидина Акмуры предлагает вам получить уникальную творческую профессию и ждет талантливых, креативных, любящих музыку и детей абитуриентов. Вдохновение вам и удачи на вступительных испытаниях! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...